80 сыроварен со всей России привезли свои сыры на фестиваль «Сыр Пермир» в Подмосковье. Несколько дней мастера показывали результаты своих трудов и оценивали чужие. Не оказалось исключением и наша соликамская сыроварня. Ее основательница Наталья Букина делится впечатлениями. Конечно, я была очень впечатлена результатами. «Парма» у нас вошла в 13 призеров, среди которых уже выбирали лучший сыр России. И, соответственно, получила гран-при. Это был сыр, который в 18 месяцев самая большая выдержка. А помимо гран-при, еще была бронза в категории сыров с белой плесенью и золото среди сыров с голубой плесенью. Наша съемочная группа увидела один из сыров-чемпионов. Почти 10 килограммов сыра в моих руках. И именно такой же сыр, который лежал подольше, взял гран-при на московском фестивале. Вот этот сыр совсем молодой. Он сделан 5 октября этого года. И ему возревать еще три месяца. Наталья уже несколько лет варит сыр в Соликамске. Сейчас она делает более 20 видов крафтовых сыров. Встретившись с нами, Наталья вспоминает, как все начиналось. А потом был долгий путь проб и ошибок, который продолжается и сейчас. Ведь сыроварение – процесс сложный. Часто происходит так, что сыр не получается? Ну, вообще происходит это часто. По разным причинам. Здесь очень… Процесс такой, он тонкий. То есть, это может быть все, что угодно. Скачок температуры в помещении, в холодильнике. То есть, все пошло не так. Процесс сыроварения проходит несколько этапов. Например, чтобы приготовить парму, которая взяла гран-при, нужно при правильной температуре выдержать молоко, добавить закваску, выделить сырное зерно, спрессовать его, засолить и поставить на выдержку минимум на три месяца и ежедневно ухаживать. Крафтовые сыры тем и отличаются от привычных нам в магазине, что важную роль играет ручная работа, которая занимает более 50% производства. А главная роль в сыроварении отдается молоку. Оно нужно специальное, сыропригодное. И привозят его с юга Пермского края. К выбору подходили тщательно, потому что от этого зависит качество сыра и все нюансы. Весенний сыр из весеннего молока у вас будет одним вкусом, а с зимнего молока он уже будет немножечко другим вкусом. Помимо сыра на Соликамской сыроварне делают еще йогурт и сладости. Сырные конфеты по собственным рецептам. Как набирался опыт для оригинальных угощений, рассказала Ольга. Она конфетных дел мастер. Первые рецепты, они были из интернета, а потом уже начали добавлять что-то свое. Ездили, когда вот где-то на ярмарке, на фестивале, где люди делают вот эти конфеты, где-то спрашивала. Попробовать сыры и конфеты и познакомиться с сыроварней можно в группе ВКонтакте «Соликамский сыр». А вопросы задать по телефону 8 902 475 95 24. О дальнейших планах наши сыровары предпочитают не распространяться. Говорят, чтобы точно сбылись. Ну а мы пожелаем им новых побед на профессиональных конкурсах и заслуженного признания соликамцев. Мария Нагибина, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.